Ночь 28 января. 7-летнему мальчику с ангиной оказывали помощь в Волчихинской ЦРБ. Несколько часов и ребенка не стало, говорят жители. Люди уверены, мальчику не оказали должного лечения. На дежурстве не было никого, кроме медсестры. Прокуратура проводит проверку, следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По данным следствия, ночью 28 января этого года, при оказании медицинской помощи 7-летнему мальчику в Волчихинской ЦРБ у ребенка остановилось дыхание и была констатирована смерть. Предварительной причиной смерти несовершеннолетнего явилась вирусная инфекция. Назначены судебные экспертизы для установления точной причины смерти ребенка. Изъяты и изучается медицинская документация, сообщают в ведомстве. До окончания проверки нельзя давать оценку действиям медицинских работников нашей больницы, которые до последнего боролись за жизнь ребенка. Они в течение полутора часов оказывали помощь. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в этом случае. Местные жители тоже требуют разбирательств. В выходные они планировали массовый сбор подписей против главного врача ЦРБ Татьяны Харловой. Но организаторам акции пригрозили штрафом за организацию несанкционированного митинга. Однако сход все же состоялся. Люди недовольны состоянием медицины, из-за чего, по их мнению, и могут случаться трагедии. Мы собрались, и в смысле пришел не один человек, но два, я не могу сказать, что у вас пришло, но это говорит о том, что у вас точно вы пришли обоснованы. По факту вчера собрались 70 человек, встречу которую еле-еле-еле собрались, но пришли туда люди. Пришли только с одного села, а не со всего района. Значит, на встрече что делается? На встрече составляется присутствие прокурора и главы района. Обращение, как люди пожелали, те, которые были. Больница-то районная, она же одна, у нас не у всех есть ФАПы в плачевных состояниях. Кто-то на ФАПы жители на ремонт собирали, у кого-то по документам он вообще сделан, на самом деле он в плачевном состоянии. Эти вопросы мы хотим поднять. События, произошедшие накануне, стали последней каплей для жителей всего района. Кроме инфраструктуры, люди возмущены отношением руководителя медучреждения. Первое мое обращение было на горячую линию Томенко. Был вопрос именно по больнице, по Харловой. Почему нет медикаментов, почему нет врачей и все в этом роде. После чего мне ответ не пришел. Но мне был звонок от Харловой с угрозами. Ты кто вообще такая? Да ты чересчур много знаешь. Я говорю, да знаю. Да ты вообще кто? Ты приедь, мы с тобой поговорим. Ну, то есть вот в таких тонах. Второй раз я обращалась непосредственно к прокурору Волчихинского района. Сейчас жители занимаются сбором подписей со всего района. То, что мы с вами соцсетят, и то, что сейчас у человека вопрос заключается в чем? Харлор. Вопрос с ней. Давайте теперь разбираться. Юлия Щепина. День с толком.